Прогуливаясь в центре Петербурга, сделав несколько шагов в сторону от Невского проспекта, можно оказаться в саду Аничкова дворца среди буйствов зелени, в объятиях тишины и умиротворения. Здание Аничкова дворца в ослепительном стиле барокко было построено для императрицы Елизаветы Российской в 1741-1754 годах. Интересно, что это первый дворец, появившийся на Невском проспекте. В его возведении участвовали подчередно архитекторы Земцов, Дмитриев, Растрелли. Дворец назван по Аничковому мосту, расположенному неподалеку. Переправа же, в свою очередь, именовалась так в память об инженере подполковнике Аничкове, руководившем ее строительством. Батальон Аничкова размещался на берегу Фонтанки, в старой финской деревне, прозванной с тех пор Аничковой Слободой. В это время Фонтанка была окраиной города. А Невский проспект был еще просекой. Таким образом, дворец должен был украсить въезд в столицу. От Фонтанки к дворцу был прорыт специальный канал, завершавшийся у входа небольшой гаванью. По нему гости на шлюпках подплывали к ступеням парадного входа. Отсюда и необычное положение дворца, стоящего к Невскому проспекту боком. До 1712-1714 годов Фонтанка называлась Ериком. В 1716 году через Фонтанку был построен деревянный, балочный, многопролютный мост на свайных опорах, перекрывавших как сам проток, так и заболоченную пойму. Мост был достаточно большой длины, так как сама Фонтанка тогда имела ширину в этом месте около 200 метров. Анечков сад был заложен почти одновременно с дворцом. 11 ноября 1743 года императрица Елизавета Петровна распорядилась о переводе садовника Стрельнинской мызы Людвига Таперса в Петербург для разведения в новом ее доме, что у Анечкова мосту, сада. Видимо, этот день и следует считать датой основания сада Анечкова дворца. Анечков сад спроектирован в английском романтическом стиле. Большие тенистые деревья перемежаются к кустарникам. Между ними разбиты клумбы, на которых растут многолетние цветы. Дворец и прилегающая территория неоднократно переходили из рук в руки. В XVIII веке сад Анечкова дворца занимал территорию от дворца до садовой улицы. В царствовании Павла I его размеры существенно уменьшились. Свой окончательный облик сад принял в 1818 году, после того, как Александр I подарил Анечков дворец своему брату, будущему императору, Николаю I, к его свадьбе. Окончательный облик сад приобрел в 1820 году при Николае Павловиче. Реконструкция осуществлялась по проекту архитектора Карла Росси. Росси первоначально планировал вообще ликвидировать сад, чтобы на проектируемую площадь выходил фасад Анечкова дворца. Но в итоге предпочел уменьшить территорию, созданную им Александрийской площади, ныне площадь Островского. По замыслу Зодчего сад входил в ансамбль новой площади с театром. С южной стороны дворца соорудили изогнутый по дуге служебный сервизный корпус, задней стеной выходящий в сад и отделивший парадную территорию дворца от хозяйственных построек. Вдоль Невского проспекта и площади сад обнесли ажурной чугунной оградой в виде копий с золочеными остриями и венками. Ограды и балюстрады, венчающие павильоны, отливались на Александровском чугунно-на-литейном заводе. В саду возвели два изящных павильона, которые получили название «Павильонов Росси». Фасады павильонов украшают статуи древнерусских витязей. Скульптуры и барельефы исполнены по моделям Пименова. Павильоны соединены строгой и торжественной металлической решеткой с изображением золоченых орлов. Ограды окружают дворцовый сад, который был местом прогулок и игр императорской семьи. В саду был вырод пруд. В глубине сада находился деревянный летний театр, сооруженный по проекту архитектора Иогансена. На время реконструкции Зимнего дворца, после пожара 1837 года, императорская семья переехала в Ваничков дворец и проживала в нем некоторое время. В начале XIX века территория вокруг сада бессистемно застраивалась небольшими домами, отгороженными от Невского проспекта глухим забором. В 1860-х годах возникла идея. К столетию вошедствия на престол Екатерины II установить в городе памятник. Было принято решение установить его в сквере напротив Александринского театра, рядом с публичной библиотекой, учреждение которой принадлежит императрице. Освящение памятника прошло 24 ноября 6 декабря 1873 года. Петербуржцы памятник не приняли. У нас в городе все новое долго вызывает отторжение, как, впрочем, и современная Газпромовская башня. Памятник был сразу же подвергнут резкой критике. Иначе, как Микешинской санеткой, санетка – это настольный колокольчик, петербуржцы его не называли. Хотя теперь всем ясно, что это шедевр. После открытия памятника Екатерине II в петербургском фольклоре появилась загадка. Где стоит такая дама, позади которой драма, слева просвещение, справа развлечение, а спереди не всякому доступно. Позади Александринский театр, слева – публичная библиотека, справа – сад Аничкова дворца, спереди – Елисреевский магазин с его ценами. До 1917 года территория усадьбы была закрыта для свободного посещения. После революции сад сделали общедоступным. Он назывался садом отдыха. Реже – садом отдыха трудящихся. Ленинградцам хорошо памятен анекдот той эпохи. Где работаешь? В саду отдыха. А отдыхаешь? В саду трудящихся. В феврале 1934 года, во время своих выступлений, Сергей Миронович Киров предложил передать Аничков дворец дворцу пионеров. С этих пор сад Аничкова дворца переименовали в сад дворца пионеров. Во время войны блокады Ленинграда все скульптуры, которые можно было снять с постаментов, взрывали в землю, чтобы их не уничтожило взрывами. В Аничковом саду закопали известных клотовских укоротителей коней. Благодаря усилиям жителей Ленинграда удалось полностью сохранить знаменитые скульптуры. Все четыре коня были возвращены на свои постаменты 2 июня 1945 года. Эти события стали символом стойкости и заботы жителей города о своем культурном наследии. Тяжелые военные годы. Они совершили настоящий подвиг. Аничков сад находится у западного фасада одноименного дворца. Это островок спокойствия, отделенный от шумного Невского проспекта. Зайдя сюда, можно отдохнуть от мельтешащих туристов и потока машин. Здесь всегда достаточно тихо. Вход в сад удален от Невского проспекта, а узкая калитка неприметна. Ворота на Невский проспект и выходящие на Екатеринский сквер закрыты. Для прохода следует воспользоваться небольшой калиткой, расположенной со стороны Александринского театра. Увидеть ее можно, если идти вдоль ограды параллельно Екатериненскому скверу. А еще можно попасть в территорию Аничкова дворца. За годы существования Аничков сад не единожды изменялся, но по-прежнему прекрасен и ждет посетителей. Субтитры создавал DimaTorzok